МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Были созданы рабочие группы из сотрудников надзорных органов. Новости не заставили себя ждать. Более 400 предприятий проверки прошли. Нарушители тоже обнаружены. К сожалению, как выясняет наша статистика, и я должен это констатировать, львиная доля нарушений всех этих норм и требований приходится как раз на торговые сети, на магазины, в общем-то, на ту сферу, которая, по большому счету, ограничений в самом начале на себе не испытывала. Нет защитных экранов, пропитанных ковриков, дезинфицирующих растворов. Сотрудники с открытым забралом, то есть без масок, о перчатках тоже позабыли. Именно об этих нарушениях специалисты рабочей группы узнали во время рейдов по известным торговым сетям. Проверки проводятся 7 апреля. Сначала проинспектировали промышленный сектор. На заводах и фабриках с правилами соблюдались. А вот провизоры строймаркета и гиганты бытовой техники отнеслись к задаче менее ответственно. Из 46 промониторенных объектов этого сектора, вот включительно по вчерашний день, недостатки выявлены в 29 объектах, что составляет 63% от общего числа, из которых 12 организаций, то есть 26%, на 12 объектах выявлены грубые и многочисленные нарушения. Глава Кабмина Александр Смекалин огласил список организаций, в которых обнаружены случаи халатного отношения и к сотрудникам, и к покупателям. Пятерочка. 83% проверенных объектов имеют нарушение. Магнит. 78% проверенных объектов имеют нарушение. Сарай. 75%. Гулливер. 50%. И так далее. Проверки всех предприятий на соблюдение профилактических мер только усилится. Полноценно приступить к работе смогут те, которые неукоснительно соблюдают предписания Минздрава и Роспотребнадзора. Нарушители ожидают штрафы и запрет торговой деятельности. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Улправди ТВ.